Вот когда мы сочитываем молодых, то мы читаем обычно Ефесиным, 5 глава, 32 стих. Тайность, я велика, я говорю по отношению к Христу и Церкви. Значит, Церковь есть тайна. Эту тайну надо разгадать. И если не разгадаешь эту тайну, дорогой друг, то ты можешь опрометчиво поступить и жить неправильно. Церковь – это тайна. А в этой тайне еще рассказывается песней. Мы читаем 4 стих 1 главы. «Да щирь Иерусалимский, черная, но красивая. Кажется от Ригидарских, а завица Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня». Я с юности размышляю над этой тайной. Она все больше и больше открывается, когда Господь позволит все путем страданий. Двойственный образ. Черна, но красива. Как шатрикидарские. Кидар – это потомок Измаила. Они жили в грубых палатках из вербьюжей кожи. Солнце, суховеи. Их делают очень неприглядными. Черная, как шатрикидарские. Но красиво, как завесы Соломоновы. Соломоновы храмы завесы были четырехцветные, голубой, пурпуровый, черленый цвет и белый весон. Все указано Иисуса. Голубой – прослание к небу. Червленый цвет крови. Он огнец, закланный за нас. Пурпур царь царей и Господь, господствующих весом, праведность святых. Почему такая двойственность? Солнце полило меня. И еще интересное вот там. Сыновья матери моей разгневались на меня. А кто такие сыновья матери, скажите, а? Братья. Братья разгневались на меня. Если вы знали, как хитро мог лукавый действовать. Если кто вставал в проломе, хотел свято жить, говорили они, ищут себе славы, мученические кресты, ищут. Милые друзья, хочу сказать 2 Тимофея 3, 12. Да и все, желающие жить во Христе Иисусе, благочестиво будут гонимы. И если вы здесь захочете жить благочестиво, хранить и внешность христианскую, и внутренность, вы будете в насмешке. А вот здесь уже посмотрите, как быть. Вот апостол Павел сказал 1 Коринфянам 4, 9. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Ибо мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человеков. Позорищем для мира. Мартин Лютер переводит это место Ау-Зейнштейн. Мы сделались выставлены обозрения. Раньше были позорные столбы, и преступника привязывали. Все смеялись над ним. Почему мы позорищем стали для мира? Да потому что князь мира всего кто? О, дьявол. Он никогда не допустил, чтобы избранница Иисуса, церковь невеста была в почете здесь. Для человеков. Даже для человеков, ищущих правду, им тоже непонятно, почему церковь Христа стала позорищем. Мало того, для ангелов мы сделались позорищем. Для ангелов с большой буквы. Какая разница? Апостол Павел разделил ангелов на девять чинов. Это пишет Дионисий Ариапагит, который там в Афинах в Ариапагию веровал. И он говорит, такие чины разделил апостол Павел. Серафиме, Харувиме, престолы, господства, начало, силы, власти, ангелы, архангелы. Есть отпадшие ангелы. И мы в Библии встречаем их, они пишутся с маленькой буквы. Например, 6 глава Кефесианам. Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мероправедия и тьмы века сего. Против ангелих и чинов. Мы не боремся здесь за власть, как кто-то, чего-то. Нет. А есть с большой буквы, например, 8 глава Кремленам. Ибо я уверен, что смерть, не смерть, не жизнь, не ангелы с большой буквы, не начало, не силы, это ангелы с хищены. Не могут получить нас в любви Божией. Но почему мы для ангелов с большой буквы сделали с позорищем? Потому что церковь тайна. И эта тайна не раскрыта даже для них. Вот апостол Пётр пишет, во что желают приникнуть ангелы. Иоанн Златоус, в 4 веке выдающийся проповедник, воскликнул однажды. Братья мои, ангелы нам завидуют. Как нам, ангелы? Да. Почему? Да потому что у нас есть первородное право, какое нам дано ради Господа не только веровать в Него, но и что? Страдать за Него. Ангелам это не дано. Это наше первородное право. Может, кто-то уже за чайвичную похлёбку отрёхся. Может, кто-то подороже за комфорт и прочее. Но это наше право. Не отдавай его никому, дорогой друг. Вот задавали вопрос, как быть с гонителями. А вот Иоанн Златоус уже ответил на этот вопрос. Не должны ли мы, братья мои, более всего молиться за гонителей наших, которые, доставляя нам так много неприятностей, как бы насильно толкают нас? Куда? В Царстве Божьем. Добрый человек делает нам добро, получает воздаяние, жизнь вечную. А эти, толкая нас в Царстве Божьем, получают муку вечную. Не должны ли мы, более всего, молиться за гонителей наших? Так вот, почему церковь тайна, милые. Но эта тайна откроется. Десятая глава Откровения, седьмой стих. Но в те дни, когда седьмый ангел затрубит, когда он возгласит, совершится тайна Божия, как он благовесовал рабам своим пророкам. Какая тайна? Предвосхищая её, Исайя пишется в первой главе. Радостью буду радоваться Господи. Возвеселится душа моя, ибо он облёг меня в ризы спасения. Одеждою правды одел, как на жениха возложил виниц, как невесту украсил убранством. Когда? В девятнадцатом лове Откровение поясняется. Возрадуйтесь и веселитесь. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовилась. И дан ей был весь сон чистый и светлый, ведь сон же есть праведность святых. Вот когда будет это всё совершено, милые. Преобразится церковь, даже не будет чернушкой опалённой. Она преобразится. Я помню, удивительный пример слышал ещё от Ярла Пейси по радиоприёмнику, был справедливый царь. У него был верный слуга-министр. Народ любил царя. Но вот узурбандр, злой, незаконный правитель, сместил царя, и первое, что спросил, кто из приближённых остался? Министр. В тюрьму его, пожизненно. Но справедливость восторжествовала, и через несколько лет справедливый царь снова пришёл к власти. И первое, что спросил, где мой верный слуга-министр? Томится в темнице. Скорее к нему ведите. Привели. И он говорит, мой верный слуга, скажи, тебе тяжело было за меня страдать? Нет, царь, за тебя не тяжело страдать. Ведь ты же истина. Но вот кандалы уж очень тяжёлые, царь, на руках, на ногах, так они меня измучили. И царь говорит, снимите, скорее всего, кандалы, положьте на весы, взвесьте. И столько золота отвесьте в казну министру, сколько весили это кандалы. И вдруг министр говорит, царь мой добрый, если я сейчас о чём сожалею, то только о том, что эти кандалы мало весили. Да, милые мои, будет воздаяние. 12 глава Даниила, 3 стих. Разумные будут сядь, как светило на твердя небесные, и обратившие ноги к правду, как звёзды навеки, навсегда. Так вот, разгадайте тайну, милые. Разгадайте. Сеющие в плоть, от плоти пожнут тление. Сеющие в дух, от духа пожнёт жизнь вечная. Дьявол всегда хочет подставить антипод церкви, подделку под церковь. Мы были в Ленинграде, теперь в Санкт-Петербурге. Там в Эрмитаже комната богатого графа. А под стеклом 12 вас. Вернее, 11 золотых прекрасных. А 12 ржавые. Мы спрашиваем, зачем вы поставили? Эрмитаж Саву говорит, вот тут и вся тайна-то. Когда ювелир сделал, все были одинаковые. Но немножко золотишко припрятал, и последнюю сделал не из чистого золота, а из смеси. И время показало, где чистое золото, а где подделочка. Я думаю, и вам уже время показало, милые, да? Кое-что показало. Кто-то не хочет это видеть. Но это его дело. Так вот, дьявол подставляет антипод церкви. 17 глава Откровения. И он пишет. Повел меня в духе, в пустыню. И увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными. И жена обличану была в порфиру, в багреницу, и держала золотую чашу в руке своей. Я думаю, вот так бы неоптного юношу, если какого-то подвезти и сказать, ну, кого бы ты в жены избрал? Вот эту чернушку или эту красавицу? Да еще зверя багряного красного оседлала. Да, конечно, ее, да? Ну и попался. А что? Имя ее тоже какое тайна? Вавилон. Вавилон – это смешение. Это антипод церкви. Всякая церковь, смешанная с миром, пусть она и сидит на звере багряном, она вавилон. А потом мы знаем, как ее растерзал зверь и как все купцы. Поэтому, милые, пусть Бог благословит вас. Изберите истину. Христос не лез в правители. Я вот в местах лишения свободы столером работал. И столько кодных блохо двери наделал. И подумал, Христос, ведь ты до 30 лет рос в послушании у Иосифа, а он плотник. И тебе даже говорил, не плотник ли он. Наверное, сколько вы с Иосифом доброго сделали людям, да? А что ж ты себе хотеночки-то не построила? Птицы имеют гнезда, лисы, норы, а сыну человеческому негде преклонить голову. Но нашли все-таки ему место, да? Где? На Голгофе. Вот туда давайте пойдем мысенно и посмотрим, за кого распят Иисус. Я сейчас буду призвать к покаянию, милый вас. Я буду виновен, если не призову. Потому что Господь стучится в ваши сердца. Вам многим надо сказать, Господи, прости. Кому-то первый раз. А кто-то имел Иисуса в сердце, а потом заглушило тернии, заботы века, обольщение богатством. Грехи против Духа Святого вытеснили Иисуса из сердца. Первая любовь ушла, надо каяться. Хочу сказать, надо торопиться. Потому что Бог побуждает к покаянию стучиться в сердце. Вот такой конкретный случай, расскажу из моей жизненной практики, был 1977 год. Почему мне вспомнилось? Я зашел, когда репетиция была, хор на сцене. Когда-то я тоже регентом был в 1977 году. Тоже большой хор молодежный у меня был. Я очень любил хор. И у нас в хоре было оркестра 20 музыкантов, скрипачи. Были началисты, альтисты тоже. На скрипке у меня играла молодая сестричка, 13-летняя, звали Любочкой. Дочь верующих родителей, очень талантливая. На гитаре бесподобно играла. И пела низким альтом. Все хорошо. Но вдруг сообщение. Заболела колена. Повели в больницу. А там что-то забеспокоится. В область отправили. А там в онкологический центр. И потом страшное сообщение. Саркома левого колена. Саркома – это самая быстро действующая форма рака. Она там долго пробыла. И ампутировали ножку выше колена. Там ей исполнилось 14 лет. Я на всю жизнь запомнил последнее служение с Любочкой. Хор на сцене. Проход. Костыли застучали по деревянному полу. И она проходит. В белом платьице, как сейчас помню, бледная. Старушке голову понаклоняли. Кто-то слезу смахнул. Девочка 14-летняя на костылях с одной ножкой. Она прям подошла ко мне. Говорит, дядя Женя, вы же мою скрипочку взяли, да? Да какая там скрипочка? Мы же ее списали уже. Мне стало так неудобно. Я посмотрел на одного юноши. Он все понял. Передал свою скрипку. Шло служением. В конце я всегда призываю к покаянию. Кто хочет покаяться, пройдите. Никто не проходит. Она шепчет, дядя Женя, вы, пожалуйста, не заканчивайте. Я еще должна стихотворение рассказать. Ну, расскажи, Любочка. Вы знаете, она как-то так встала. Повисла на костылях. По щеке слеза побежала. И она рассказала стихотворение, после которого они выходили. Выбегали на покаяние. Один юноша выбежал и кричит. Господи, какой я негодяй. Любочка тебя благодарит. А я за свои 22 года все имею. Даже ни разу тебе спасибо не сказал. Прости меня негодного грешника. 14 душ покаялась. Я чуть позднее расскажу это последнее стихотворение. Только скажу, что Любочке, Бог после операции всего отвел, знаете, сколько? Три месяца жизни. Саркома осела на легких и совершал свое коварное дело. Она угасала. Я с ней много беседовал. Говорю, Любочка, тебе было трудно. Ой, тетя Женя. Там в онкологии такая боль. Я вот одеяло возьму, набью в рот, чтобы никто стонов не слышал. А вот тогда я и подумал, а как Иисусу было больно висеть. Прибиты руки и ноги. За кого он умер? За грешник. А я? Да ведь я тоже грешник, хотя я из верующей семьи. Мне страшно стало. Я чувствовал, что скоро умру, хотя все говорили, что я буду жить. Я закричал, скажи, папу с мамой вызывайте. Их вызвали, сбежались врачи, медсестры, больные. Что с тобой, Любочка? Я сказал, папа, мама, я грешница, я не хочу умирать. Христос за меня умер. Я говорю, при всех в палате преклонила свое одно колено и дала сердце Господу. Я стал совершенно новой. Самое удивительное, что страх перед смертью куда-то убежал. Мне хотелось петь. Рядом девочка лежала, Леночка звали. Тоже онкологически больная. Всеми ночами плакала. Я говорю, Леночка, ты смотри, я уже не боюсь смерти. Давай я тебя научу петь гимн «Край чудес» и нас ждет там на небе. Он учил ее первым, сама вторым. И им разрешили гитару иметь. А уже после смерти врачи, медсестры рассказывают. Не запоют, а мы к двери из коридора слушаем. И кто-то даже слезу смахнет. Последний день жизни Любочки у нас были курсы регинские. Я совершал обучение легентов, конечно, нелегально, что вину мне поставили за вторым сроком. То же самое. Семьдесят человек регинский хор. Отличный хор. Пробегает отец, запыхавшись, говорит, братья и сестры, окажите милость. Что такое? Любочка умирает. Она попросила папочка. Пойди, попроси. Пусть последний раз придут. Пусть не сочтут, задрут. Я хочу попрощаться с хором. Я так любил хор. Все пошли, выстрелись под окнами. Был чудесный майский день. Забежали соседи. И вот этот отборный регинский хор запел девятнадцатый прощальный псалом Давида. Да услышит тебя Господь день печали. Да защитит тебя имя Бога Иаковлева. Да пошлет тебе помощи святилища. И сиона, да подкрепит тебя. Многие плакали. Я смотрел на Любочку, ее кроватку приблизили к окну. Ее взор уже был потусторонний. А вечером рассказывал отец. Она позвала папа, мама, скорей ко мне. Мы прибежали. Что, 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 Любочка? Папа, мама, я ухожу от вас. Папа, мама, вы же не плачьте по мне, пожалуйста. Ну кому я здесь нужна, коллега с одной ногой? Меня Иисус зовет. Подняла ручку и сказала. Иисус, возьми меня, край чудесный, жди меня. Отец говорит, я стал молиться. А когда закончил молитву, душа Лючих же была там, в небесном краю. Какой же стих она рассказала? Мне четырнадцать лет. Открываю уста, чтобы в кратких словах передать. Как всем сердцем люблю я страдальца Христа, даровавшим мне благодать. Я смотрю на Голгоф, и мой взор полон слез. Я готова сейчас зарыдать. На ужасном кресте мой прекрасный Христос должен был за мой грех умирать. Преподаю с мольбой к священным стопам. Сердце трепетно бьется в груди. На меня кровь святая стекает из рам. А уста тихо шепчет. Прости, благодарность прими, Искупитель Христос. Пред тобой преклоняюсь в мольбе. На Голгофе решен в моей жизни вопрос. Я всю жизнь посвящаю тебе. Всю жизнь. А жизнь-то было три месяца. Сегодня Господь тебе предлагает посвятить жизнь, дорогая, молодая душа, молодой юноша. Ты поймешь, какое это счастье. Счастье служить Иисусу. И если Господь продлежит до старости, ты будешь самой счастливой. Пусть Бог тебе это скажет. Я спущусь. Я буду молиться с каждой душой, которой надо сказать. Господи, прости меня. Только тем мы даем возможность помолиться, кому надо попросить прощения, покаяться. Или кто оставил путь, Господи, кто первую любовь потерял. За кого-то молитвы при себе, молитвы благодарности при себе. Молиться будут те, кому надо сказать. Господи, прости меня. Давайте встанем. Мы в конце всегда предлагаем петь гимн. Что ты медлишь на грешном пути? Слыша зов Иисуса, приди. Почему ты не хочешь принять дар бесценной его благодати? Спеши теперь куда? В объятия Христа. А теперь спеши. Теперь твое время. Господь стучится в сердце. И Он, когда стучится, значит назначает время для покаяния. Не упусти этот миг, дорогая душа. Иначе ты окажешься несчастным. Да помилуй тебя, Господь. Проходите все сразу. Я спущусь, буду с вами молиться. Поем первый куплет.